Побеждать и почтение к царям, а когда принуждают его к худому, то он даже и лишает их чести, то он, то есть, лишает чести царей в таком случае. Сегодня у них и говорит, не повинуйтесь тогда царям, по словам святого, а друг от друга они на расстоянии полметра. Царя Давида, стих 4, уничижен, пред ним лукавнующий, то есть, перед христианином тот, кто лукавнующий, мне на эту комнату замерить, вот что, редко-то есть у тебя? В наших глазах он должен быть уничижен, мы должны пренебрегать им, даже если будет этот царь, или начальник. Слово страх, внимание, вот сейчас будет речь для пустыни о страхах. Это я стою тут. Слово страх употребляется в различные значения. Можно показать, вот сейчас он закрыл, его апостол уже называет теперь совестью. Он же, то есть, рыбу растаиваем, жулисом засохло, замерзло, воробьям, семечки жуланом, у меня они отдельно друг от друга. При предстоящем наказании, этот страх замечается и в зверях, то есть, звери тоже имеют страх. Животных, говорят же, животный страх имеют. Третий страх называется страх первоначальный, который бывает у приступающих к Господу вследствие сознания, что многие свои проступки, они, за многие свои проступки, они достойны наказания. Когда человек это осознает, этот страх называется первоначальный. Занятия идут. Имеется в виду Божий страх. Таким страхом побуждаемая пришла ко Господу упоминаемая в Евангелии блудница. Борцов. Лука, глава седьмая. Я предлагаю засчитать его. Первая Петра проходит. Чтобы понятно было, как Лука, глава. О какой блуднице говорится, вспомни. Все, у меня этажи, на этажи. Сейчас замерим, узнаю, как. Вот все. Тут я внизу, вон там ящик, даже не знаю, что там находится в коробке. Значит, некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавасную... В эту комнату сначала, эту, эту. И став позади ноги его, и плачет, начала обливать ноги его слезами. И отерачивала сами головы своей, и целовала ноги его. Да поднял, куда надо. И мазала мило. До стенки. Так, сейчас ко мне говори, сколько. Это фарисе, пригласивший его.